Так, чтобы все ракусы были. Поехали? Наверное. Здравствуйте, уважаемые мои зрители. И сегодня у меня очередной апбоксинг. Как видите, посылка пришла из Японии. Это именно японская лицензия игры The Corge для приставки Real Free Dio Interactive Multiplayer System, известный также как Panasonic Free Dio. И сейчас мы будем ее вскрывать. Ну, как видите, я уже потихонечку это начал делать. И вот, собственно, вот такая коробочка, достаточно замысловатая. Вот мы сейчас ее распечатываем. И, собственно, вот сама игра. То есть, как видите, она абсолютно новая. То есть, заводская еще запечатка. И вот ее, значит, специально закрыли, чтобы, значит, она не пострадала. Вот сейчас я, значит, буду пытаться ее открыть. Вот так вот. Ну, и как видите, вот она совсем новая. То есть, запечатана именно вот с тех самых лет, как она, собственно, вышла. Можете внимательно обратить. Здесь даже вот вкладыш, собственно, имеется. Вот. И сейчас, значит, я тогда скрываю аккуратненько ее саму. То есть, видите, вот здесь специальная была полосочка. Вот так. Сейчас даже здесь двигаю этот кусочек. Собственно, вот он, вкладыш сам, внутренний. Вот. Вот он. Вот. А вот, собственно, сама игра. То есть, это еще было сделано, вот, кстати, самое, что интересно, в США. Вот. Значит, вот здесь, собственно, сам диск. А вот здесь руководство пользователей. То есть, собственно, вот оно, видите, тут все по-японски. Вот персонажи игры, в принципе, здесь нарисованы. Вот еще, заметьте, Panasonic VZS-1 моделя от Freedeon. Вот здесь, как бы, этот самый, как его, игровой экран показан. Вот, значит, у нас, собственно, все, в принципе, по-японскому. Здесь вот режим боя, в принципе, если я правильно понял, продемонстрирован. Здесь показаны персонажи и монстры. Самый игрец, кем нам предстоит, собственно, сражаться. Вот, опять игровые экраны, в принципе, идут. Вот. Вот. Собственно, и вот. Ну, здесь какие-то анонсы других игр. То есть, обычно, как было положено, ну, таких вот, скажем так, дисков. И, собственно, вот он сам, Сидюк. То есть, вот, видите, еще абсолютно новый Сидюк. Вот, студия Crystal Dynamics, создатели игры. И, в принципе, на сегодня это все. До новых встреч на новых анбоссингах. До новых встреч. Продолжение следует...